Этот Усрусич с физиономией не особо наделенного интеллектом существа пришел захватывать украинские города и убивать украинских граждан. Он, видимо, сильно хотел деноцификации, и он ее получил. Украинские воины отправили этого расиста на концерт Кобзону. Не думал, что родная украинская республика будет мне врагом. Не нам, мне, а на враг сегодня. 26 лет назад Сухоруков играл шизанутого на всю голову упыря в программном фильме российского фашизма «Брат», а оказалось, он не играл. И все те хохлы, которые ненавидят меня и в моем лице мой народ, мы мои враги. Будьте они прокляты. Вы мне, гады, еще за Севастополь отведите. Сила, значит, правда не в силе, а как-то, или сила не, да, сила в правде. Вот поэтому в этом, в этом, в этой формуле заложено и... Освободители из Краснодара. Жалуются, что его семью выселяют из аварийного дома, а в качестве компенсации предлагают сумму, на которую нельзя купить даже гараж. Живусь в зоне специальной военной операции. Хочу обратиться к Бастрикину. Идет расселение аварийного дома, где в данный момент проживает моя семья, жена и двое детей. Моя семья остается на улице. Поехал в чужую страну. За бабки разрушать мирным людям дома. А теперь жалуются, что его семью выселяют на мороз. Не зря я смотрю позывной «Чума Дали». Которые деньги они предлагают, гараж купить нельзя в городе Краснодаре. Хочу попросить вас, чтобы вы взяли наличный контроль и разобрались в этой ситуации. Ситуация уже взята на контроль. Тебя завтра-послезавтра отправят на мясной штурм, а твою семью выселят на мороз. И скажут, будете жаловаться, вдобавок получите уголовное дело. Ты даже не разобрался, за кого ты воюешь. Основатель ДНР Бородай в разговоре с депутатом Госдумы назвал контрактников бедняками, которые не представляют ценности для экономики. И добавил, что их просто покупают как мясо. На самом деле они выставляются на ЛПС в качестве оборонительных сил, всяких прочих, плюс, да, сил, которые сидят в морозе. Их задача, на самом деле, пока где-то готовится направление главного, максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматывать жилую силу противника. Просто изматывать, понимаешь. Никто не надеется на то, что эти силы достигнут какой-то охуенности, даже очень маленькой победы. Это просто живая сила, которая идет в расход. Люди, которые на камеру громче всех кричат «Победа будет за нами» и люди, которые в частных телефонных разговорах понимают, что никакой победы не будет, даже очень маленькой, это одни и те же самые люди. А кто, сейчас добровольцы, ну, по сути, сделал 20 книг, да? Уже добровольцы за деньги, ну, и мотивировал больше, но и мотивировал по полу, прежде всего. Тем, что на граждане они денег вообще не имеют. Они могут получать зарплату 20-30, ну, 40 тысяч, там, максимум, понимаешь? А здесь они имеют 220, 250, 260 и так далее, да? Ну, то есть деньги, которые никогда в жизни, а при этом на грехе есть огромный плюс. За это их покупают как мясо. Это не контракт о прохождении военной службы. Это контракт на поставку мяса. Это пехота, она, понимаешь, уже, так сказать, как бы состоит из других, которые не рассматриваются, не рассматриваются как особо цены. Ну, и вообще, как цены. Понимаешь, они на 60-м гражданке, поэтому они идут сюда. Поэтому, если вы поляете, знаешь, максимум более любилосовым, да, это, кстати, она много использовалась в разных философских кручах. Лишние люди, понимаешь? Лишние люди. Грубо говоря, сюда идут. Лишние люди. Мы этим лишним даем. Подожди, старое вооружение, старые пушки. Вот и все. Тут все очень просто. Наконец-то хоть кто-то нормально объяснил за 20 лет года, в чем цель СВО. Оказывается, все просто. Лишние люди. Если ты тоже считаешь себя лишним и мечтаешь повоевать старыми пушками, беги скорее подписывать контракт. Наша цель. Прекратить эту войну. И мы не начинали ее. Это попытка ее прекратить. В Государственной Думе предложили всех женщин перевезти на удаленку, чтобы не отвлекались от деторождения. Исследования какие-то приволокли, дескать, женщины, работающие на удаленке, чаще становятся мамами. Вот этому предложению удивятся, особенно в детских садах и в школах, где персонал этих заведений, ну, наверное, процентов на 85-90 состоит из женщин. Переведите их на удаленку. Вот будет удобно. Классно будет. И так еле-еле дышащая система образования вообще тогда удивится. Ну, а про то, что женщин в этой ситуации вообще никто и не думал спрашивать, это уже как бы очевидное место. А зачем, собственно говоря? Это ж, они ж, наверное, еще и не согласны с этим будут. Так зачем и спрашивать? Да в школах вообще прям инновациям нет предела. Вот в Хабаровской школе, в одной из школ, запустили курс изучения идеи чучхэ. На полном серьезе планируют изучать идеологию Северной Кореи. Представляете, как это сильно поможет в жизни. Не успели выучить после саммита Брикс любимые фразы Си Цзиньпина, как уже пора изучать идеологию чучхэ. Не перестаю удивляться, сколько новшеств. Я все думал, может быть, там физику, химию, информатику поучить. Нет, зачем же учим идеологию чучхэ. Ну и напоследок появилось официальное подтверждение сотрудничества России и Северной Кореи во всех областях. Об этом было заявлено в Министерстве иностранных дел Северной Кореи. Но это еще что, по-моему, намного серьезнее недавно подписанное заявление между Россией и Северной Кореей в области разработки технологии IT. Успех будет, я уверен, просто колоссального размера. С африканскими странами мы развиваем космос, с Афганистаном, очевидно, торговлю. Вот теперь IT-сектор получит развитие вместе с Северной Кореей. Успех за успехом. Вы говорите, весь мир. А они нам завидуют. Я вам точно говорю. Я знаю, что я говорю. Нам и сейчас завидуют. Иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются. А мы будем только укреплять себя изнутри и вовне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин